Добрый день, утро или вечер, дорогие друзья! Я благодарна вам за то, что вы продолжаете смотреть этот маленький сериал об обоях. Надеюсь, вам интересно. Сегодня я вас порадую знакомством с металлическими или металлизированными обоями для стен. Это что-то уже не совсем обычное, даже может быть немножко из области фантастики. Но давайте обо всем по порядку. Как вы думаете, что такое эксклюзивные отделочные материалы? Отделочные материалы, которые можно считать эксклюзивными, это материалы, которые позволяют создать неповторимый, изысканный интерьер, воплощающий индивидуальность и оригинальность дизайнерского решения. Именно этим требованием и отвечают металлические или металлизированные обои для стен. С помощью этого уникального и интересного материала можно получить необыкновенное стилистическое оформление. И не только ресторанов, баров или ночных клубов, но и создать неповторимую атмосферу роскоши, изящества в своем домашнем интерьере. Металлизированные обои для стен нередко называют детишем хай-теком. И действительно, металл, металлические обои являются незаменимым материалом при создании интерьера в стиле хай-тек. Но на этом применение металлических обоев совсем не заканчивается, так как такие обои вполне универсальный материал, который добавит в создание практически любого стиля интерьера, начиная от классики и заканчивая ангардом, свою изюминку. Так что же собой представляют металлизированные обои и в чем их уникальность? Возникновение металлизированных обоев обусловлено широким и пугающим немножко для современного человека распространением источников электромагнитного излучения. Один из методов защиты и стала фольга, которая выступает неожиданной в обойной роли. Это металлические обои. Расположена на перегородке, такая фольга довольно надежно экранизирует неблагоприятное излучение электроприборов, теле- или радиоприборов, которые находятся за стенными покрытиями. Для изготовления металлизированных обоев на флезелиновой либо бумажной основе, причем флезелин в этом случае более предпочтителен, поскольку он гораздо более надежен, и также как он является хорошим удерживающим основанием, наносят пласт фольги. Фольга делается из алюминия. Вверху фольга искусственно оттислена, либо покрыта специализированной тонизирующей краской. Вот и получаются металлические обои. То есть слой бумаги или флезелина, потом фольга алюминиевая, которая покрывается сверху краской. Металлические или металлизированные обои – это материал из очень тонкой фольги. И уже после того, как нанесена фольга и специальная краска, после этого поверхность обрабатывается тиснением, рельефным, или наносятся всевозможные рисунки и узоры. Если рассмотреть внимательно все достоинства этого вида обоев, то главным достоинством алюминиевых обоев можно отметить прежде всего то, что металлические обои для стен не изнашиваются с течением времени. Прекрасно очищаются различными моющими средствами. Не тускнеют. Такие обои – водостойки. Металлические обои не накапливают статического электричества, о чем, в принципе, шла речь ранее. И плюс ко всему металлизированные обои для стен могут порадовать не только стальными и серебряными оттенками, но и золотым сиянием, а также насыщенным бронзовым колоритом. При даче для чистоплотных домохозяек металлические обои могут вдохновить на лёгкость в уходе. И все они просто моются очень легко с помощью обычной мягкой губки и разбавленной в тёплой воде мыльного средства для мытья посуды обычного. Любителей, допустим, шпионского кино металлические обои порадуют тем, что их функциональная особенность такого покрытия – экранирование излучений. То есть, благодаря этой особенности металлизированные обои могут рассматриваться в качестве внушительной преграды для подслушивающих устройств. И, конечно, следует упомянуть о недостатках. Достоинства, конечно, есть, но есть также и недостатки. Металлические обои для стен, само собой, хорошая штука, но без ложки дёгта здесь тоже не обошлось. Ведь металл совершенно не гигроскопический. Он, по сути, не пропускает воздух и даже водяные пары. Это делает более трудозатратным поддержку климата в комнате, на стенах которой наклеены металлические обои. Соответственно, вам придётся или чаще проветривать комнату, или установить полноформатную вентиляционную систему. К тому же, как и любой другой металл, обои на основе фольги можно легко повредить чем-то твёрдым, острым. Ну, например, взмахнёте нечаянно ножичком по оплошности. И небольшая царапина обязательно появится на благородной поверхности металлического покрытия. В конечном итоге, самый последний изъян, характерный для всех элитарных отделочных материалов, это стоимость. Стоимость металлических обоев имеет обыкновение кусаться. Следовательно, если вы хотите приобретать металлизированные обои, то будьте готовы расстаться с приличной суммой, поскольку один погонный метр таких обоев стоит около 30 долларов. И ещё один важный момент, на который следует обратить внимание при поклейке металлических обоев на стены. Это то, что они ни в коем случае не должны соприкасаться с электропроводкой. И при наклеивании металлических обоев на стены в целях безопасности, нужно обязательно отключать электричество. То есть, их клеить можно только днём. В целом, приклеить металлизированные обои несложно. Главное, использовать специальный клей, который рассчитан на тяжёлые обои. Как правило, это дисперсионные клеи. И обязательно, предварительно выровнять оклеиваемую поверхность. Как уже было сказано, металлические обои относятся к разряду элитных отделочных материалов. Поэтому, помимо цены, то, что они так дороги, они всё равно остаются востребованным материалом. И имеют свой спрос и своих покупателей. Поскольку они всё-таки неповторимый отделочный материал, который очень трудно сравнить с чем-то другим. Вот, пожалуй, это всё о металлических обоях. И мне бы хотелось получить от вас обратную связь. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Оставьте лайки. Чтобы я была в курсе, что ещё вам интересно, каких обоев вам ещё рассказать. Благодарю за внимание. С вами была Елена Ожегова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова